Ну что ж, а мы напоминаем, что вы смотрите программу «Наше утро» на телеканале ОТВ. Степан Арефьев, Марина Гесса. Сегодня мы отмечаем что? Мы отмечаем уникальный праздник. Сегодня 125 лет исполняется тюбику зубной пасты. И именно 125 лет назад он и был изобретен. Ну а звоните к нам по телефону прямого эфира 263-13-28 и рассказывайте, как вы не по назначению используете зубную пасту. Вот, например, наш оператор Олен полирует фары у машины зубной пасты. А опять же Елена, которая была у нас в гостях, наш любимый кулинар, она сказала, что помогала раньше паста от маленьких прыщиков. Это, наверное, в переходный возраст. В переходный возраст. Да, нам интересны ваши истории. Звоните нам. Это очень приятно. Прямой эфир вас ждет. Ну а в год экологии на Южном Урале переиздадут Красную книгу региона. Более 400 видов птиц, растений, животных, грибов будут описаны в этом издании. Это на 70 видов больше, чем в Красной книге 2005 года. Работу на новой книге вели почти 12 лет. Проводили экспедиции, исследования на местах. В них принимали участие 40 человек. Это биологи, зоологи, иллюстраторы. Ну а самым большим разделом будет глава о птицах. Биологи утверждают то, что с каждым годом в регионе их становится все меньше. В сравнительном аспекте наиболее пострадавшими на территории области являются именно птицы. И это связано с разрушением, прежде всего, места обитания и уязвимостью гнездовий. Вот. В числе исчезающих птиц попали беркут, кудрявый пеликан и лебедь-кликун. Вот мы увидим беркут. А вот растения, которые занесены в Красную книгу, выращивают южноуральские биологи. Вот мы их видим сейчас, например, в Ботаническом саду Челябинского госуниверситета. Растут смолевка и шевереки. Обычно их можно встретить в тундре и лесных зонах. А для того, чтобы выращивать эти растения, в Ботаническом саду биологи проводят специальные экспедиции. Ищут семена, либо обмениваются редкими какими-то растениями с другими ботаническими садами. Давайте послушаем. Мы обмениваемся с ботаническими садами всего мира. Порядка, ну, наверное, около 100 адресов, с которыми мы работаем постоянно. Это и ботанические сады Германии, Венгрии, Монголии. А в Российской Федерации, ну, практически все ботанические сады, которые состоят в Совете ботанических садов Урала и Поволжья и других территорий. Ну что ж, а выращенные растения биологи затем высаживают в дикую природу. Таким образом, помогая увеличить популяцию исчезающих растений и уменьшить количество страниц Красной книги Южного Урала. Да, хорошее, благое дело, это вот именно наперед люди работают, чтобы вот наши дети знали, видели все растения, всех животных. Ну, а прямо сейчас давайте посмотрим, продолжим немного тему, да, и посмотрим садовые истории.